Что происходит в регионе узнаем прямо сейчас в студии Вадим Федосеев. Добрый день. В Архангельской области всероссийская акция «Живи лес» стартовала в этом году с Устьянского района. После того, как участники международного чемпионата лесозаготовителей лесоруб 21 века нарубили древесины, выполняя конкурсные задания, состоялась массовая посадка саженцев ели. Возглавили это мероприятие официальные лица. Заместитель федерального министра природных ресурсов и экологии Иван Валентик и губернатор Поморья Игорь Орлов. А главные действующие были школьники поселка Октябрьский. Саженцы ели им предоставили из питомника Владимира Буторина, на лесных площадках которого и проходил конкурс лесоруб 21 века. Местом для новой еловой аллеи стала территория детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва в поселке Октябрьский. Посадки деревьев в рамках акции «Живи лес» до конца октября пройдут и в других районах Архангельской области и по всей стране. Я считаю, что озеленять нашу область нужно, потому что Архангельская область является лидером по поставке лесных ресурсов, и естественно их нужно восстанавливать, поэтому мы все здесь занимаемся таким важным делом, высаживаем аллею из елочек. Новый мост через реку Устья и первый участок региональной трассы Шангалы-Квазинька-Кизима. В Устьянском районе один за другим сдаются важные для территории инфраструктурные объекты. И этот процесс, похоже, не остановить. Почему, знает Елена Кермич. Ой, радуйся земле! Пожалуй, 12 августа 2017 года жителям Устьян запомнится надолго. Удивительно, но в один день в одном муниципальном районе произошло открытие сразу двух крупных инфраструктурных объектов. Третьему положен старт. То, что сегодня у нас в Устьянском районе очень серьезная, очень такая выверенная базовая конструкция, которая определяется местной властью, предпринимательским сообществом и хорошей общественной атмосферой, позволяет не только строить планы, но и вот их реализовывать. Это первый официальный проезд по новому Некрасовскому путепроводу через реку Устья. Он обеспечивает транспортную доступность жителей деревни Мягкославская с райцентром. Кроме того, по нему теперь будет ходить большой грузопоток. Для устьян, в первую очередь, это лес. О значимости события говорит количество людей. На лодках переправляюсь. Я все здоровье кончила, пока мерзла на этой дне. Кто перевезет? На лодках переправляться приходилось лет пять. Старый деревянный мост еще в 2012 году размыли паводковые воды. Новой капитальной конструкции не страшны ни погодные условия, ни природные катаклизмы. Сам объект представляет из себя мостовой переход длиной порядка 140 метров и подъезд деревни Мягкославская длиной почти полтора километра. Работы были произведены в сжатые сроки. Путепровод в Устьянах построен всего за год. Его стоимость более 150 миллионов рублей. Летом в прошлом году мы сюда заехали, приступили к работе по возведению свайных оснований крайних опор. Зимой закончили русловые опоры, сделали растверка. Весной уже были возведены опоры, поставлено пролетное строение. Ну и вот сейчас уже все, закончили укрепление откосов. Игорь Анатольевич, лично проверим качество дороги. Другая транспортная артерия – региональная трасса Шангал и Квазинга-Кизима. В эти выходные был сдан ее первый пусковой комплекс – 17 километров. Что было здесь раньше, это надо просто видеть, не описать словами. Мы здесь часто ездим по этой дороге, практически через день, каждый день. То есть сейчас получаем колоссальное удовольствие от того, что сделано. Долгожданный капитальный ремонт этой автодороги стал возможным в рамках подписанного договора между правительством Поморья и группой компании УЛК. Он рассчитан на пять лет. Общий объем инвестиций – 300 миллионов рублей. Это один из крупных и результативных примеров государственно-частного партнерства. Кстати, работы идут с опережением графика минимум на год. Это первый этап. Мы выполнили в этом году двухлетние наши планы. Еще у нас остается на три года построить порядка примерно 20-25 километров. Это будет оценено по стоимости участка. Я думаю, дальше мы с Игорем Анатольевичем подпишем новое соглашение еще на пять лет. Если бы я взял и вложил сюда 30 миллионов рублей в эту дорогу, я бы получил положенный мне 10-9 километров участок. Но я вкладываю те же 30 миллионов рублей, я ведь ни на копейки больше не вкладываю. Но за счет предпринимателя ответственного, социально ответственного, я строю 17 километров. И это работает не на конкретного человека, а работает на всю территорию. В этот же день глава региона стал свидетелем начала строительства еще одного важного для развития не только Устьянского района, но и всего юга Архангельской области – участка автомобильной дороги Костыль-Ватарнахский городок. Это магистраль – кратчайший путь из Устьян в Котлас. Кроме того, она соединяет поморье с Вологодчиной. Это изменение качества жизни в Устьянском районе. Это стабильная асфальтовая дорога, безопасная дорога, по которой наши жители смогут хорошо передвигаться. В этом направлении капитальному ремонту подлежат 20 километров дорожного полотна. Он тоже идет на условиях государственно-частного партнерства. На этот раз инвестором выступает «Газпром Инвест». Переговоры с ним начались еще в 2012 году. Из 270 миллионов рублей – такова общая стоимость работ – частная компания вложит порядка 90. Елена Кермич, Александр Фомин, Архангельское телевидение, Устьянский район. Зато в Онежском районе, судя по видео, размещенному в сети, технология дорожных ремонтов оставляет желать лучшего. На этих кадрах видно, как мужчины в рабочей форме засыпают дорожные ямы с землей с обочины. Автор видео утверждает, что инновационный ремонт затем в рамках подготовки к молодежному форуму «Команда-29». Кроме того, сегодня в Онегу с рабочим визитом прибыл губернатор региона Игорь Орлов. Состояние дорожного полотна в районе давно вызывает нарекания у жителей региона. Создано целое интернет-сообщество, посвященное Онежским дорогам. Количество его участников превышает 2000 человек. Хороший асфальт в Онеге на дороге не валяется. Так в сети характеризуют состояние межмуниципальной трассы. Тем временем в Онежском районе проходит 9-й региональный молодежный форум «Команда-29». В этом году на него съехалось более 200 молодых, энергичных, талантливых юношей и девушек со всей области. Сегодня третий форумный день. О том, что интересного произошло, за это время на молодежном съезде по телефону нам рассказал Григорий Ковалев, начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области. У нас на площадке Онежского района развернулся 9-й региональный форум молодежи «Команда-29». Участниками форума стали представители всех муниципальных образований, без исключения Архангельской области. И здесь они работают по решению 14 задач, так называемых кейсов, которые были для них сформированы органами исполнительной власти Архангельской области, образовательными учреждениями и частным бизнесом. В настоящий момент все идет по плану. Могода в Архангельской области очень радует, поэтому много мероприятий проходит на открытом воздухе. И много лекторио было организовано вдоль замечательного красивого озера Ангозера, где сейчас идет основная мозговая активность самих ребят. Сегодня форум «Команда-29» посетит губернатор области Игорь Орлов. Участники поделятся с главой региона готовыми наработками. Основная защита проектов намечена на завтра. В минувшие выходные профессиональный праздник отметили строители региона. Лучших из них поощрили грамотами губернатора и областного министерства строительства. Церемония награждения прошла в САФУ. От имени главы региона, который находился в это время с рабочей поездкой в Устьянах, ветеранов отрасли поздравил министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев. От профессионализма и компетентности строителей сегодня зависит многое. Качество новостроек и темпы реализации программы переселения из аварийного фонда. Своевременность запуска новых производств, надежность новых социальных объектов, школ, садов, спортивных площадок. По общей оценке кадровый потенциал области в строительной сфере сегодня очень высок. Есть тенденции к развитию. По итогам предыдущего года в Архангельской области введено в эксплуатацию больше 340 тысяч квадратных метров жилья. Реализованы важные ключевые проекты для Архангельской области в сфере образования, это школы, это детские садики. Строится перинатальный центр, объекты спорта, лыжеролина, трасса в Малых Карелах. Начали работы по берегу укреплению в Соломбале. И еще о награждении. В Архангельске на базе парусного центра «Норд» чествовали победители 43-й Соловецкой регаты. В течение 10 дней 11 яхт-участниц преодолели расстояние почти в 1000 километров, разделенное на 8 соревновательных этапов. В итоге лучшими среди скоростных яхт стал экипаж судна «Мустанг», среди полуторных – яхта «Радуга», а среди малых быстрее всех оказался «Викинг». Абсолютным лидером, то есть судном, которое затратило меньше всего времени на прохождение всех 8 этапов, стала яхта «Эскапада». Победители и призеры получили кубки и медали, а также памятные подарки от спонсоров регаты. Очень приятно, что в этом году яхты, экипажи яхт пополнились молодыми их сменами, более 20 юнг, такого не было давно. Но, как известно, Белое море любит новичков, поэтому на последнем этапе штормило, прикладывало. Экстремальный достаточно был переход до Архангельска. Все выдержали, все молодцы. Сотрудникам ГИБДД законодательно запретят курить в присутствии водителей. МВД опубликовало новую версию регламента по надзору за дорожным движением, в котором определены уточненные права и обязанности автоинспекторов. Помимо запрета на курение, в документе идет речь о недопустимости высказываний дискриминационного характера, а также просто оскорбительных реплик. Такие новости к этому часу. Увидимся в 16.00. Оставайтесь с нами.